Добрый день! Сегодня 31 декабря 2019 года. Я уже почти нарядилась пойти встречать Новый год. Не знаю, получится ли вам показать наряд дня на всякий пожарный. Приподнимусь на мне вот такое раз замечательное платье, вот с такой вот болеро. И я, наверное, вот одну цепочку бабушкину я под низ надела. И сейчас мне дочечка застегнет, может быть, и эту подвесочку уже сверху я размещу. Я надела сережки. Это наследство от Жениной матушки. Это вот тоже ее подвеска к этому вот комплекту. Я вам его показывала. На руки я надела последнее колечко, которое я купила от имени Жени в продолжение наших традиций. А на эту руку вот такой дешевенький браслет, как будто бы под золото. И зато колечко в золоте и с золотыми прожилками внутри. И смотрите, какой у меня замечательный новогодний маникюр. Мы сегодня с ребенком ходили, приводили себя в порядок руки-ноги. Она говорит, мама, сделай, пожалуйста, гелевый лак даже на ноги. Лучше держится. У меня на ногах и так держится. И здесь все держится, потому как на акриловых ногтях три недели спокойно лак никуда не девается. Но ребенок настаивал. Я выбрала вот такой новогодний. Она все роптала, что, мам, зачем ты делаешь такой бледный? А он не просто бледный, он прямо новогодний-новогодний. Там как будто бы вот снежиночки. И я знала, что наряд у меня тоже вот в таких бежевых тонах. И мне захотелось в этот раз не кричащих ногтей, а вот таких вот очень спокойных. Я уже получила несколько комплиментов, потому как мы с девочкой дальше тоже проехали. А я села для того, чтобы успеть записать покупки, подарки этого года. Я записала дня два назад. Но записываю вот так теперь не на камеру, а на телефончик. И он периодически мне переворачивает изображение. Я помню самый первый раз три года назад в Омске мы с верышечкой снимали меня, когда мне делали биоверитализацию, не знаю, как называется. Увлажняли мне кожу, шею и лицо. И она снимала. И у нас вообще даже мастер-косметолог оказалась верх ногами. Я не верх ногами, я боком. Но вообще как что-то странное. То есть, когда я письмо читаю, то ладно уже, пусть я буду боком. Я начала концовку даю, что это я записывала. А середину закрываю картинками. Ну, а когда я показываю покупки и подарки, это просто караул. Приходится переписываться. Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Если не будет, то больше не будет. Главный подарок этого года от моего ребенка. Я вам уже сказала, что мы ездили в раз шикарный магазин, который называется Saks Fifth Avenue. И я вам рассказала-рассказала, но ничего не показала. Я там выбрала себе вот такие очочки от Ray-Ban. У них очень простой, скромный вот такой вот чехол. Всегда одинаковый. Кожаный или кожзам. Внутри бархоточка. Они более чем скромные. Но мне нравится тем, что мало места занимают в сумочке. Потому что многие делают такие прибабахи, что нужно и сумку побольше. У меня очков более чем достаточно. Никакой необходимости в покупке новых не было. Но я одни очки, именно Ray-Ban угробила, когда ездила в Россию 3 года назад. И поэтому вот эти померила и не захотела их снимать. Говорю, ребенок, я придумала, что ты мне подаришь. Подаришь вот эти очки. Они были с 50% скидкой. То есть вместо 200 долларов ребенок заплатила только 100. Чему я не сказала, Нарада. И мне кажется, что они у меня станут любимыми. Она мне года полтора назад покупала тоже очень хорошие очки. Мы ходили в магазин Nordstrom. И тоже там был шикарный набор. Я вам рассказывала про эту ситуацию. Когда я купила, я на них ссылочку давала. Когда рассказывала про то, что мы покупали такие очки. Они шикарные, но они летние. Вот здесь с цветочками. Там на восьмой минуте. Я вам даже нашла, с какой минуты я именно про эти очки начинаю говорить. Я ссылочку на них дала. А эти буду носить каждый день. Те только для лета. Но не на каждый день с такими украшениями. С липниной. А эти простые, легкие, хорошо сидят. Довольно 100%. А я хочу показать парочку еще подарков, которые я получила. Потому что я же планировала поехать вместе с детками. И хозяйке дома я купила подарок. Привезла ей халат. И купила ей духи здесь. Уже ребенок мне подсказал, какие она любит. Такие мы ей купили. Я туда отправила. Соответственно, и мне тоже подарки были приготовлены. Дети их привезли. Один вот такой. Раз красавец. Вот такой вот. Раз красавец. Я подумала, что это подсвечник. Это не подсвечник. Здесь ровнее. Хотя и свечку, наверное, можно приклеить. Но у меня такие подсвечники есть такого же размера и побольше. И я не очень советую их покупать. Потому что, несмотря на то, что они невероятно красивы с собой, свечечка подсекает. И чистить их проблематично. То есть, я когда их мою, я смываю их клей тоже. У меня листочки отпадывали. И Женя потом их приклеивал. Вот такой вот здесь непростой вариант получается, если вы используете как свечку. Ну, раз я уже начала, я использую. Но если вы захотите такие купить, подсвечники, то только для дизайна. Использовать их не надо. Хотя сегодня я смотрела, и там уже не первая свечка. Столько налита парафина разноцветного, что даже сам подсвечник почти весь под этой глыбой. И очень даже красиво смотрится. Но я не думаю, что вот такую красоту можно не отмывать после использования свечки. Или я такая ненормальная. Это не подсвечник, это такая шкатулка. Она вот здесь заклеена. Я не буду уже открывать. Она просто полая внутри. И я не буду ее использовать. Несмотря на такую неземную красоту. У меня более чем достаточно шкатулок. А эту я же летом собираюсь в Россию. Я ее кому-нибудь и увезу. Вот уже не надо думать. Она, правда, тяжелая. Она тяжелая, но я много вещей не буду брать в Россию. А уже подарок-то увезу кому-нибудь, подарю. И второе тоже книжа от этой же дамы, от хозяйки дома. Она знала, что я приеду. И мой ребенок сказал, что мама не будет всем гостям делать подарки. Но хозяйки дома она сделает. Даже хозяину не стала делать. Никогда не знаю, что мужчинам подарить. И вот я из одной коробочки достала. В ней другая коробочка. И вы знаете этот знак. Это Сваровский. Мне даже подарили с сыной. Это удовольствие стоит... Видно? Видно у нас как-то. Не видно вот так вот. Ну ладно, не видно. 79, 80 почти долларов. С таксами более 80. Открываем коробочка. И там вот такая вот красота. Сережечки. Очень милые, очень милые. Блестючие, разблестючие. Но я сережки практически не ношу. Хороший цвет. Три разных цвета зелени. Вот три. Я не знаю, как хорошо вам видно. Хотя бы одно может быть. Великолепные. Это тоже будет кому-нибудь подарок. Я увезу в Россию. Кто захочет, тот и будет иметь вот такие замечательные сережки. И к ферменным пакетике. Пакетики, наверное, не... И даже есть сертификат. И даже есть сертификат. Нет, это просто донышко. Это просто донышко, что все от Сваровского. Пакет, может быть, не повезу, а коробочку увезу. В коробочке подарю. Будут мои родственники и друзья очень рады, что мне надарили таких подарков. А я уже готова пойти праздновать Новый год. Я думала, что мы будем выезжать за полчаса. Говорят, нет, нет, надо больше, чем за час выезжать. Потому что у нас ресторан заказан в самой Атланте. Я говорю, да не празднуют американцы Новый год так катастрофично, как это у нас. Должны проехать нормально. Но дети говорят, что в связи с тем, что это мегаполис, там будут фейерверки по поводу Нового года. Люди все равно поедут их смотреть. И, скорее всего, будут пробки. Вот это проблема у мегаполисов. Потому что по расстоянию, это минут за 30, за 40 мы должны бы это расстояние преодолеть. А так мы будем выезжать больше, чем за час. Вот те, кто мечтает жить в большом городе, вы про это тоже думаете. Но пусть это будут самыми большими проблемами. Просто в пробки проползти. А все остальное пусть у нас складывается самым лучшим образом. С Новым годом, дорогие друзья. С Новым счастьем. С вами была Галина Смей. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.